Искусство владения иллюзией восходит к древности, когда таким образом можно было управлять народом и развлекать людей. Профессиональные артисты такого жанра появились в средние века, и с тех пор из эпохи в эпоху они совершенствовали свои умения. И порой трудно сказать, когда заканчиваются фокусы и начинается самое настоящее волшебство. Василий Веренич начал свою карьеру иллюзиониста во времена отсутствия обучающей литературы и роликов. Единственное, что было в арсенале, это популярное видео-шоу начала 90-х, где уличный маг показывал несложные вещи с монетами и картами. И вдохновленный бурными эмоциями зрителей, Василий решил, что удивлять людей – это его призвание. Все привыкли работать в офисе, я в офисе тоже работал. И все были серьезные, погружены в работу, должны работать за компьютерами и так далее. Я в это время показывал пару вещей, пару иллюзий. Там люди сразу – о, классно, здорово, у них повышался КПД, соответственно. И начальники говорили, типа, что ты в этом фокусе показываешь? Первая иллюзия произошла у Василия на глазах. Трюк со сменой купюр привел его в небывалый восторг. И еще больше укрепил его желание стать иллюзионистом. Я, соответственно, держал две купюры сложенные, так, чтобы не поместились в мою ладонь. Просто назвал одну из них, мне мой знакомый достал, показал. Просто так вот помахал, и она поменялась. В моей руке оказалась его купюра, и наоборот. Я даже не думал, типа, как он это сделал. Я просто реагировал, думаю, а потом я подумал, почему бы не учиться этому. Магия помогает настроиться на определенную волну. Зритель, ставший свидетелем фокуса, уже не сможет пребывать в плохом настроении. У нас были ситуации, где человек сидит, весь загруженный, голова болит. Он говорит, мне ничего не надо, там подходят официанты и так далее. Ну и я подошел, поработал с ним 5-7 минут. Он говорит, слушай, у меня голова перестала болеть. Типа, здорово, типа. Ну, запиши-ка ему номер, мне пригодишься еще. Василий считает, что самое интересное – это проникнуть в суть фокуса, понять его и сделать еще лучше. Для этого необходимо много терпения, знания человеческой психологии и умение интересно подать материал. Ты можешь быть там крутым фокусингом, у которого будет 100 миллионов фокусов, но если ты не сможешь их подать для людей, чтобы это было интересно, то это будет неправильно. А если ты можешь, условно говоря, с любым предметом взять и заинтересовать людей, чтобы они поверили, вот им нравилось и хотели смотреть еще. В магии существует много направлений – ловкость рук, манипуляция, ментализм. Последнее является самым сложным – при помощи психологии, психогенеза и распознавания эмоций проникнуть в чертоги человеческой мысли. Искусство мистического воздействия до сих пор не имеет четкого истолкования. Оно растет, развивается и ждет своих новых героев. Василий с каждым днем совершенствует свое умение и придумывает все новые и новые фокусы в обмен на искренний смех и приятную обескураженность благодарных зрителей.